Вы смотрите МассМедиа Ньюс. Сегодня в выпуске. Краевая прокуратура заставила управляющую компанию отремонтировать подъезд в одном из домов в поселке Ключи. Рост цен на услуги пассажирского транспорта и стоимость продовольствия повлияли на инфляцию в январе на Камчатке. Депутаты Гордумы встретились с жителями 8-го избирательного округа Петропавловска. Об этих и других событиях узнаете далее. Шесть человек погибли в пожарах с начала года на Камчатке. Еще четверо получили травмы. На полуострове в январе и феврале зарегистрированы 85 возгораний. За аналогичный период прошлого года произошли 103 пожара, в которых один человек погиб и трое пострадали. Как сообщили в МЧС, основные причины возгораний в этом году – неосторожное обращение с огнем, в том числе и при курении. Нарушения при эксплуатации печного отопления и электрооборудования. Кроме того, в этом году выявили шесть поджогов. Камчатские спасатели решили напомнить жителям полуострова основные правила пожарной безопасности в быту. При эксплуатации сети и электрооборудования запрещается пользоваться электропроводами с видимыми нарушениями изоляции, а также розетками, рубильниками с повреждениями. Нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприбора. При эксплуатации печного отопления запрещается оставлять без присмотра топящейся печи, размещать горючие материалы на подтопочном листе, перекаливать печи, применять для их розжига бензин, керосин, дизельное топливо и другие горючие жидкости. Родителям стоит строго следить за тем, чтобы дети не брали в руки спички и зажигалки. Храните легковоспламеняющиеся предметы в местах, недоступны для малышей. Не оставляйте по возможности своих чат без присмотра одних дома и не допускайте, чтобы они пользовались электронагревательными приборами. Добавим, при обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по номерам 01, 101 или 112. При этом нужно назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию и принять меры по самостоятельной эвакуации здания. Если не получилось покинуть место пожара, то сохраняйте спокойствие, намочите полотенце водой и прикройте лицо. Постарайтесь найти самое дальнее место от огня и лечь на пол. Если имеется балкон в квартире, то выйдите на него, чтобы вас обнаружили пожарные. Закройте плотно помещение и по возможности заткните щели с моченной водой, полотенцем или одеждой. В МЧС добавили, что ни в коем случае нельзя прятаться в труднодоступные места, так как это затруднит ваш поиск. В любом случае, камчатцам надо быть бдительными и аккуратными. Стоит помнить, что ваша безопасность в ваших руках. Камчатская прокуратура заставила управляющую компанию отремонтировать подъезд в одном из многоквартирных домов поселки Ключи. Жителям пришлось обратиться в правоохранительный орган с жалобой на организацию, так как ремонта в их доме не было более пяти лет. В ходе осмотра жилого дома установлено, что содержание дома не соответствовало предъявляемым требованиям. Отсутствовали таблички с указанием номеров подъездов и квартир. Требовалось восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъезде. Люк чердачного помещения не имел запирающего устройства и находился в открытом состоянии. Прокуратура директора МУП УК Ключи внесла представление, в котором потребовала нарушение устранить, а также возбудила в отношении руководителя дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то есть осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Постановление мирового судьи, должностное лицо признано виновным в совершении правонарушения с назначением наказания в виде административного штрафа в сумме 25 тысяч рублей. Сейчас текущий ремонт окончен, права и законные интересы жителей дома восстановлены. Рост цен на услуги пассажирского транспорта и стоимость продовольствия повлияли на инфляцию в январе на Камчатке. Как сообщили в региональном отделении Центробанка, из-за увеличения затрат перевозчиков на обновление автобусного парка, а также роста цен на топливо, подорожал проезд в общественном транспорте в Петропавловске. Цены на хлеб, сахар, масло, чай и кофе оставались стабильными, но повышение затрат на корма и оборудование повлияло на стоимость мяса и молока. В январе снизился объем импортных поставок овощей в регион. Недостатка продукции не было. На прилавки поступали овощи от местных сельхозпроизводителей, но цены на них были выше, так как увеличились затраты на закупу удобрений и горюче-смазочных материалов. Особенно подорожали картофель и капуста. Стабильными оставались цены на одежду, обувь, персональные компьютеры и электроприборы. Снижение объемов поставок новых легковых автомобилей привело к их удорожанию. Мебель, медицинские товары, парфюмерно-косметическая продукция тоже стали стоить дороже. Годовая инфляция на Камчатке, по данным Росстата, в январе этого года составила 7,6%. Это по-прежнему меньше показателей по Дальнему Востоку и России в целом. Обсудили перспективы развития. Депутаты городской думы Петропавловска встретились с жителями 8-го избирательного округа. Народные избранники не только отчитались о проделанной работе, но и узнали общественное мнение по вопросам развития краевой столицы. Формат встреч этого года мы решили немножко поменять. А именно, встреча у нас продают все под одним девизом, а именно общественный взгляд на перспективы развития нашего города. Речь идет о том, что по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, губернатора Камчатского края Владимира Викторовича Солодова, администрации города поручено составление перспективного так называемого мастер-плана, то есть некого облика будущего нашего города на ближайшие 5-7 лет. А именно задачам обсуждения этих вопросов, как бы видения жителей изнутри, каким должен быть город, в общем-то посвящены наши встречи. Народные избранники отчитались о выполненной работе в сфере городского хозяйства и социального обеспечения, рассказали об исполнении наказов избирателей и реализации партийных проектов. На встрече с жителями Северо-Востока присутствовал и глава Петропавловска Константин Брызгин. Вместе с жителями округа, работниками социальных учреждений и членами родительских комитетов, они обсудили перспективы развития района на предстоящий период. Константин Брызгин добавил, что работа по благоустройству краевой столицы идет полным ходом и большую роль в ней играют горожане. Жители должны решить, как должен выглядеть город, в котором они живут. Поручение президента соответствующее есть. В настоящий момент работает рабочая группа. Мы действительно провели ряд стратегических сессий, где спрашивали горожан абсолютно разных возрастов, разных социальных слоев. Сформировался уже ряд предложений, ну не ряд, а большой список предложений и замечаний, скажем так, в отношении пространственного и экономического развития нашего города. На встречу был выстроен диалог с жителями Северо-Востока. Люди рассказывали о своих проблемах и о том, каким бы они хотели видеть район. Меня волнует организация дорожного движения около 42-й школы, что там небезопасно, особенно утром, когда много машин, детей. А конкретно именно проезд мимо дома Ларина-21. Мне кажется, что проблема там комплексная, можно ее долго обсуждать, но если просто перекрыть вот этот проезд от дома Ларина-21, то детям уже станет безопаснее. Ставить там тропинку, она как раз от нового района идет, там очень оживленная, а уже остальные можно потом решить. Хотелось бы отметить удивительную заинтересованность жителей. Да, конечно, звучали вопросы текущие, вопросы связанные с благоустройством, с иными проблемами внутри округа, но сегодня прозвучали и более перспективные видения наших жителей. Они говорили о том, каким бы хотели видеть город. То есть мысль о взгляде общественности на состояние города у нас сегодня, считаю, состоялась. Как отметил Константин Брызгин, взаимодействие с народными избранниками по актуальным вопросам развития столицы края – одно из основных направлений работы администрации города. А формат таких встреч востребован и позволяет обеспечить обратную связь, узнать о предложениях и проблемах непосредственно от горожан и получить от них оценку проделанной работы. Прежде всего, людей, конечно, волнуют дороги, недостроенные дороги, людей волнуют перенаселенность района, строительство социальных учреждений, строительство местного устройства, парков и скверов. Все эти поручения и задачи берутся, конечно же, в работах. Все зависит от возможностей бюджета, но совместно с депутатами мы находим решение по решению самых важных, животрепещущих задач. В ходе встречи обсуждался масштабный проект общегородского значения – обустройство парка на улице Вольского. Работы по проекту будут начаты уже в этом году, а реализация пройдет в несколько этапов. Первое, что мы сделаем, это подготовка самой площадки под парк и строительство детской площадки. Но в последующие годы будем уделять изысковое финансирование для того, чтобы разбить там полноценный городской парк. Константин Брызгин поблагодарил жителей микрорайона Северо-Восток за активную позицию и идеи. Мэр добавил, что совместная работа по развитию района будет продолжена. Отметим, что в результате встречи были сформированы предложения, которые станут выражением общественного взгляда на перспективы развития Петропавловска. 26 социальных контрактов заключили в Петропавловске. В краевой столице продолжается работа по предоставлению государственной соцпомощи Камчатцам. Как сообщили в мэрии города, из всех заключенных контрактов 12 на поиск работы, еще 12 на преодоление малоимущими людьми трудной жизненной ситуации и 2 по направлению предпринимательской деятельности. Социальный контракт – это действенная возможность поддержать людей, которые нуждаются в помощи. Она оказывается денежна. Для поиска работы – это ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума. Сейчас это 24 994 рубля. Для развития индивидуальной предпринимательской деятельности единовременная выплата – 250 тысяч рублей. Для ведения личного подсобного хозяйства – 100 тысяч рублей. Для других мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации – 24 994 рубля. Для индивидуальной предпринимательской деятельности социальный контракт можно заключить на год или меньше. Для поиска работы – не более 9 месяцев. На другие мероприятия – не более 6 месяцев. Узнать подробности о порядке оказания государственной социальной помощи и записаться на консультацию можно по телефонам, которые указаны на ваших экранах. С информацией также можно ознакомиться на официальном сайте администрации Петропавловска в разделе «О городе. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам». Каюры, собаки и праздничное настроение. Елизовский спринт и старт гонки «Авача-рейс» прошли в субботу, 19 февраля в долине Уюта на Камчатке. Мероприятия проводились в рамках главного зимнего фестиваля полуострова «Беренгия-2022». На старт 300-километровой дистанции «Авача-рейс» вышли 17 каюров. Гонка «Авача-рейс» впервые проводится под таким названием. Раньше она называлась «Камчадал». 300 километров – это необходимый путь, который должен пробежать каюр с собаками для того, чтобы получить допуск на более длинные дистанции. Шесть каюров участвуют в дисциплине 8 ездовых собак и 11 участников в дисциплине от 8 собак. Помимо жителей Камчатки, в гонке принимают участие каюры из Санкт-Петербурга и Карелии. 300 километров они идут, 300 километров разделены, скажем так, на 4 этапа. Уходят сегодня, они ушли у нас в Пиночево, затем идут в Налычево, через перевал, через Радыгина и финишируют. При хорошей погоде 23 числа мы будем их встречать на базе «Лесная». Перед стартом каюры и их питомцы были настроены решительно. Ну это важно для нас перед большой гонкой, проверить команду, это просто необходимо, поэтому мы рады участвовать в ней. Решила поучаствовать и посмотреть новую трассу. Заинтересовала эта первая гонка на длинной дистанции, и мне очень хотелось попробовать свои силы, и это вот такая прекрасная возможность. Мы готовились очень часто, проходили огромные дистанции, поэтому мы прекрасно готовы. В этот же день был дан старт гонки Елизовский спринт. Традиционно каюры прошли свой путь по улицам города Елизова. В гонке приняли участие 11 упряжек. Я бегу на пяти собаках, это домашние квартирные хаски. Мы участвуем для участия, не занимаем призовых мест. Наша задача дойти до финиша. Вся наша семья – это 10-й спринт, у меня дочь участвовала, мой лично 5-й спринт. Красивый, интересный маршрут, такой веселый. Подъемы, спуски через гаражи, дорога, город Елизова. Ну и также потом обратно спуски и подъемы. То есть такой интересный маршрут, мне очень нравится. У нас собачки с питомника такие, что они сейчас… У них азарт прямо, видите, вот они гавкают все. У них такой уже настрой, они понимают, что будет соревнование, что гонка и, видя других участников четверомогики, начинают уже вот такой создавать шум, суету. Также в программе Елизовского спринта был охотничий биатлон, прыжки через нарты, соревнования по скетчерингу, детская программа «Спринтландия», а также национальная борьба, кросс на снегоходах, детская гонка «Юный каюр» и концерт Маргариты Суханкиной. Мы впервые приехали поучаствовать в Елизовском спринте, приехали всей семьей, потому что интересно посмотреть, узнать, что это такое, посмотреть на участников. Мы ежегодно приезжаем на Елизовский спринт, сегодня мы приехали тоже. Нам интересно посмотреть, как бегает собачка, как стартует, кто финиширует. И вторая причина – это у нас выступает концерт «Кип-нучка». Настроение хорошее, погода хорошая. Отличное. Погода содействует, очень нравится все. Здорово. Мы всегда посещаем Елизовский спринт, нам очень нравится. Мы любим наблюдать за спортсменами, за собаками, животные для нас занимают немало места в нашей жизни, поэтому мы посещаем данное мероприятие. Уже в третий раз приезжаем на этот праздник, очень нравится, очень классно организован, много интересного. Добавим, что 26 февраля на лыжной базе «Лесная» в Петропавловске состоится фестиваль зимних видов спорта «Снежный путь», а также пройдет детская гонка «Дюлин» и награждение победителей гонки «Авача Рейс». Известный журналист и ведущий Григорий Манев выступит комментатором детской гонки «Дюлин» на Камчатке. Краевые и детские соревнования по издовому спорту пройдут в рамках зимнего фестиваля «Берингия-2022». Ребята, которые живут и работают на Камчатке, соревнуются на Камчатке, они не понимают в полной мере, насколько вообще бесценное сокровище это «Дюлин». Потому что подобного соревнования, насколько я знаю, нет нигде в мире. Потому что такой бешеной популярностью, как ездовой спорт на Камчатке, мне кажется, он не пользуется нигде. Григорий Манев считает, что такое соревнование, как детская гонка «Дюлин», делает из ребенка правильно сформировавшуюся личность. Детская гонка – это, во-первых, подготовка к большим гонкам. Во-вторых, когда мы говорим о детско-юношеском спорте, спорт – это понятно, но это плюс формирования человека, это формирование характера, это формирование вообще каких-то жизненных устремлений. И здесь даже дело не в том, что ты хочешь быть первым. Здесь дело в том, что ты показываешь себя с точки зрения именно человеческой. Отношение к собакам тебе прививают это с детства. Тебе прививают правильное отношение к самой гонке. Тебе прививают правильное отношение к сопернику. И вот когда ребеночек проходит через вот эти вот все перипетии, через все градации, он уже, ну, во-первых, он человеком становится, это раз. Он может дальше не идти ни в Берингию, никуда, но это уже абсолютно правильно сформировавшийся человек, на мой взгляд. Журналист отметил, что ребята, которые принимают участие в детской гонке, выходят на совершенно другой уровень подготовки, прежде всего психологический. Вот такие вот супермарафонские гонки, они, на мой взгляд, они больше слажены психологически. А здесь уже у человека есть навык, у человека есть понимание, что он делает. Ребята растут, ребята вот с каждым годом профессионально формируются. Вот в этом году вели уже отборочные соревнования. И это вот, то есть это уже показатель. То есть все, уже гонка вышла, она выросла из этих вот коротких штанишков. Это уже вид спо, это уже спортивное мероприятие, то, что называется без дураков. Когда ты должен пройти предварительный отбор, когда ты выходишь на старт, и ты знаешь, что вот рядом с тобой чайников нет. И нужно очень сильно постараться, чтобы показать себя. Григорий Манев является постоянным комментатором гонки «Дюлин» с 2016 года. Отдельное удовольствие, по его словам, наблюдать за тренерами и родителями, за их волнениями и переживаниями. Моя задача как комментатора, с одной стороны, донести максимально полную информацию. Обязательно поддержать ребят, как на старте, так и на финише, причем как детей, так и взрослых. И это всегда, мне кажется, что это такой момент, он сказывается, он влияет, потому что, когда ты выходишь в гробовой тишине на старт или там ты финишируешь, вот. Но это немножечко как бы не то. Здесь даже опытные спортсмены, даже опытные каюры, я знаю, что им это приятно. Еще одна задача комментатора – заставить зрителей переживать за участников и поддерживать их на старте и на финише. Очень легко стоять около заграждения, попивать горячий чаек, что-то как-то сегодня не очень, что-то они как-то вот едут, не прилагают усилия. Я всегда говорю, каждый мнит себя стратегом в виде бой со стороны. Сделать так, чтобы ребят поддержали – это моя задача. Добавим, детская гонка «Дюлин» пройдет 26 февраля на лыжной базе «Лесная». Она будет совмещена с первенством Дальневосточного федерального округа поездовому спорту. Традиционная гонка Беренгия, пролог и технический старт состоятся 6-7 марта в селе Эсса Быстринского района. Встретят каюров на финише в Оссоре Карагинского района, предположительно, 28 марта – 1 апреля. Протяженность трассы составит 1000 километров. Почти 600 особей. Тюлени на острове Уташут в Южно-Камчатском заказнике посчитали по фотоснимкам. Ученые получили первые результаты дистанционного мониторинга. Для оценки численности и рождаемости специалисты изучили более 6000 снимков. Результаты дистанционного мониторинга подтвердили данные многолетних визуальных наблюдений и позволили получить новые интересные материалы для дальнейших исследований. Максимальная численность этих морских животных составила почти 600 особей. Это 571 ларга и 41 антур. Также фоторегистраторы зафиксировали появление прошлой весной и в начале лета 17 щенков пестрых нерп и 6 антурят. Как сообщили в Кранотском заповеднике, наблюдение ведется больше полутора лет и продолжается сейчас. Для того, чтобы не тревожить толстоногих обитателей, в конце мая 2020 года на одной из скал архипелага Уташут установили автономные фоторегистраторы. Приборы с автономным энергообеспечением, ветра и влагозащитой делают снимки круглогодично каждый час. Фоторегистраторы вручную изготовили сотрудники Камчатского филиала Тихоокеанского института географии с учетом сложных погодных условий на восточном побережье полуострова. Использовать стандартное оборудование не позволяют сильный ветер, продолжительные дожди, метели и шторма. В заповеднике добавили, что коланы, которые также обитают на острове Уташут, остались вне зоны обзора автоматических фотокамер. Место их обычного скопления расположено чуть дальше от пологого пляжа, и там нет подходящей скалы для размещения фоторегистратора. Ученым еще предстоит придумать, как наблюдать за краснокнижными животными, не нарушая их спокойствие. Редактор субтитров А.Семкин